так всем здорова и сегодня я вам расскажу про openvrt на tp-link archer a5 и расскажу как его установить и какие здесь есть настройки и преимущества ну что ж поехали на моем роутере archer a5 стоит прошивка openvrt для tp-link archer c50 так как под a5 конкретно прошивки нет но у них похожи все характеристики если у вас другой роутер вы можете просто написать название своего роутера 4pda и там как правило будет инструкция как установить именно на ваш роутер но как правило процесс установки одинаковый поэтому я просто по нему пройдусь но не буду сейчас уже перепрошивать мой роутер так как он уже прошит что нужно сделать это скачать вот это приложение прошивку выключить роутер в настройках компьютера выставить на роутер вот такой вот адрес запустить программу подключить роутер по валану но не включать его и выбрать в разделе вот этот адрес в программе все включаем роутер удерживаем reset и там как правило это все занимает до 15 10 минут я как правило не русифицирую но можно еще на русский перевести язык полностью прошивку и все что какие преимущества конкретно в моем роутере на данной прошивке во первых на стоке отваливался wi-fi на 5 герцовый здесь он уже перестал отваливаться это раз второе выше стабильность скорость увеличилась передачей как и на 2 и 4 стандарте так и на 5 герцовым и в принципе роутер намного стал функциональнее можно выключить все LED индикаторы можно настроить свои какие-то программы установить прямо на роутер и так далее давайте начнем с в принципе с обзора прошивки здесь у нас overview тут все адреса и так далее то здесь ничего такого важного нет вот в первое это все статус это все так а диагностика вашего роутера поэтому на этом всем я не буду заострять внимание и берем сразу к системе здесь у нас время можно синхронизировать браузера из сервера временного логи здесь язык здесь тоже в принципе в первой вкладке ничего нет администрирование здесь пароль доступ по ssh и ключи тоже дальше софт вот на этом я хотел бы останется поподробнее сделаем апдейт лист и в данном роутере можно на данной прошивке можно устанавливать всякие скрипты например можно установить adblock также можно установить разные другие плагины в зависимости от ваших потребностей там vpn плагин и так далее то есть все есть можно здесь http сервер ставить очень много доступно разных плагинов и опций как мы видим восемь тысяч тридцать 99 плагинов также есть сторонние плагины поэтому если вы хотите кастомизировать роутер под себя вам нужно делать свое облако vpn или еще что то то используя данный пункт меню вы сможете это сделать и все инструкции также можно найти в интернете идем дальше стартап или запуск здесь можно поставить что вы хотите запускать при старте вашего роутера например здесь есть файл war и так далее то есть в принципе и можно добавить свое что вам нужно сюда добавить при запуске здесь я ничего не трогал но если вы хотите кастомизировать то это будет пункт специально для вас здесь я делал то таскс я добавил перезагрузку по времени кстати странно что здесь нету стандартном меню этого пункта но можно найти код и добавить я добавил перезагрузку в 4 30 утра каждый там через день по моему настройка лэда то есть лампочек я их все по выключал кстати странно жизнь ничего не отображается какой-то глюк но обычно здесь все отображается это сейчас почему-то не отображается здесь идут название лампочек вы их подписываете добавляете можно свое добавить нажать add и добавит он почему-то сейчас она у меня не работает так backup здесь можно сделать backup делать восстановление настроек также можно сохранить системные пункты вашего роутера и прошивку сделать так перезагрузка пункт так идем дальше интерфейсы здесь идут интерфейсы lan ван ван шестой и виван здесь как бы все больше про настройку адресов и так далее самый важный пункт это без настройка вай фая то есть здесь мы проводим настроечку нашу по умолчанию здесь будет все удалено вам нужно просто будет нажать добавить и перед вами будет такое меню здесь вы сможете уже все все настроить advance тут достаточно много опций просто это нужно будет все пройтись по каждому пункту настроить давайте вам на примере на пятом вай фай покажу жму edit и пробегусь по основным настройкам можно выбрать канал кстати в стандартной прошивке некоторые каналы были недоступны вот эти все то есть были только 36 40 44 48 вот эти все каналы недоступны от 50 до 64 в мем роутере не работают но вот эти все работают можно выбрать частоту трансмиттер power lan ван то есть достаточно много настроек здесь по выбирать кантри код legacy distance optimization такие более advanced settings есть настройки такие более продвинутые также можно сделать мост из вашего роутера и множество других интересных настроек так и немножко рефреш сделал роутера перезагрузил и теперь отображается все корректно и сейчас пройдемся по пунктам вот 2 и 4 пункт сначала вай фай и потом пройдемся по 5 герцовому что у нас есть выбор мощности также в регионе сингапур доступен 12 13 частота 12 13 что выбрать регион нужно в advanced settings выбрать здесь сингапур и перезагрузить роутер эти все в принципе по умолчанию пункты я их не выставлял и здесь трансмиттер power тоже обычно на стандартной прошивке даст только 20 децибел и тут можно выбрать 22 также здесь выборов access point vds и так далее есть access point плюс vds разные форматы security фильтрация mac адресов и дополнительные настройки здесь тоже обычно ничего мы не настраиваем я оставляю все как есть самое основное что я всегда делаю это меня регион на сингапур здесь ставлю 22 и здесь выставляю такой канал который не занят проверяя прога insider можете проверить данную прогу и проверить и каналы рядом заняты и в пяти герцовая в принципе все то так настройки идентичны только здесь немножко другие настройки а так трансмиттер power кстати почему-то сбился выставлю 22 и здесь 80 36 все по стоку save and apply давайте сохраним настройки а то почему-то на авто поставилась вот так при сохранении настроек роутер быстро перезагружается и все и после этого продолжает работу свою уже по новой так что он здесь еще есть switch ну тут я уже показывал в принципе все просто здесь можно по lan адресам сделать какие-либо настройки то здесь есть четыре лана один ван и все это настраивается dns dcs тут тоже в принципе все по стоку это такие более продвинутые настройки которые не всем пользователям нужны эти я тоже все пропускаю и к firewall переходим здесь я стараюсь его всегда выключать потому что сразу увеличивает нагрузку на роутер здесь что-то включено но здесь не лазил вот это только выключил здесь порт forwarding traffic rules и custom rules советую ставить это конкретно для этой модели archer a5 c50 прошивку первой версии то есть 1907 без 04 который сейчас самое последнее она работает более стабильно и вай фай 2 и 4 например 5 развита больше скорость на старых устройствах и в принципе готов рекомендовать openvrt прошивку для роутеров если вы хотите улучшить и ускорить свой роутер и всем спасибо за просмотр и до скорой встречи